Всем привет! Лена, Ванкувер, Канада. И здесь для вас расклад на такую тему. Что о вас думает и что к вам чувствует тот человек, о котором вы думаете и чувствуете. То есть, другими словами, загаданный вами человек. Я для вас разложу две колоды. Это колода «Зелёное Таро», а также игральные карты. Это особенные игральные карты. Через секунду покажу. Я только лишь достану Таро. Я достаю здесь Таро. Вот эти карты. А также вот эти. Называются они «Джейн Остин», но они основаны... Главная информация на игральных. Все игральные карты. Причем здесь игральные карты, вся полная колода. Не так, как мы привыкли, 36 листов, а полная колода. От единицы до десятки. Валет, дама и король. И туз, конечно, стуза ночная. А вот на дне колоды был иерофант. Сейчас, думаю, это вас мудрый человек, умный, который вас ценит. Но это так, предиагностика. Посмотрим, что здесь, какая здесь предиагностика. Это десятка жезлов. Думаю, тот человек, с которым разлука с вами не очень приятна. То есть этот человек переживает из-за того, что должен быть с вами разлучен по одной или другой причине. Тоже человек, у которого сейчас есть какие-то проблемы, он их решает. То есть тяжело работает. Опять предиагностика только. А я вам скажу, что в тот момент, когда вы нашли, такой человек, как вы, он уникальный. Поэтому каждое слово, кто бы что ни говорил, каждый человек понимает уникально. По этой причине не сомневайтесь. Здесь все для вас. Но вы можете выбрать у меня всегда, всегда хозяин-барин, абсолютно левую или правую колоду. Пожалуйста, выбирайте, если это то, что вам удобнее. Делайте так, как вам хорошо, вольготно и удобно. А я сейчас посмотрю на этих двух колодах, кто у вас думает и что. У нас такой сухой воздух. Вообще всегда в зимний период сухой воздух. Осенний и зимний. Потому что именно в это время природа, хоть мокрая на улице, но природа, не воздух, имеет вот такую тенденцию не впитывать влажность. Это, конечно, алхимический закон. Если я буду пить воду, вы же мне позволите это сделать. Это вода у меня в чашке. Итак, что у вас думает загаданный человек? Что скажет Тарон по этому поводу? Семерка Пентаклей. Думает не только о вас, но тоже о том, как заработать, как улучшить финансовый поток, может быть, как что-то купить выгодно или что-то продать. В общем, голова занята каким-то решением финансовых забот. Извините. Здесь может быть так, что этот человек, о котором вы сейчас думаете, он занят тем, что хочет что-то решить, что трудно решить. Да, вот именно по этой карте он выбирает то, что еще не созрело. Он выбирает те Пентакли, те какие-то деловые дела или же профессиональные или бытовые, семейные, рабочие. То, что еще не созрело. То есть он торопит события. Это человек торопит события. Вот еще, знаете, краска не высохла, а он уже хочет это продать или же хочет что-то делать дальше. Ну так, метафора. Но человек абсолютно торопится, очень торопится. Паж Пентакли поступает немного незрело. Пажи это те, которые ищут поиск, заработка у него есть. Может быть, он хочет заработать для вас, чтобы вам угодить, купить какой-то подарок, сделать вам приятное. Может быть, вполне такое, что человек хочет что-то сделать для вас хорошее. Но то, что он пока ищет не там, где нужно и делает какие-то ошибки, это однозначно. Но часто ошибки – это неплохо. Когда человек ищет ошибки, он приходит к решению. Потому что, если нет ошибок, нет и успеха. На первый взгляд, ему кажется, ему или ей, да, кажется, что такое нервное немножко состояние или же нетерпение у него есть, или у него, да, решение чего-то. И на первый взгляд ему кажется, что это нетрудно, я могу это сделать. И в то же время он постоянно спотыкается и постоянно находит себя в таких рамках, которые сделали ему или другие люди, или обстоятельства. И эти рамки не позволяют ему сделать то, что он хотел. И касательно, скорее всего, или покупки, или продажи, или каких-то бытовых, или профессиональных вещей, связанных с деньгами. Третья карта, Тройка Чаш, но он хочет вам сделать приятный сюрприз, вполне возможно. Это у многих проиграется. Ну и, знаете, с Пажом Пентакли он хочет сделать приятный сюрприз, который стоит денег. То есть он хочет вам купить что-то. И думает ли он о вас, судя по этим картам? Тройка Чаш говорит, да, мечта это встреча, думает. Если вы с человеком были в отношениях, если даже уже прервались, нельзя забыть другого человека. Особенно, если вы спали вместе, вообще забыть человека невозможно. Так что не думайте, что вот тот, о котором вы, например, думаете, о вас забыл, он тоже о вас помнит. Еще что скажут карты. Тройка Пентакли. Вот две тройки у нас вышло, да? Тройка Чаш и тройка Пентакли. Трета хороший номер. Трета номер продолжения, решения. это номер продолжения отношений, продолжения чего-то, что уже началось давно. И здесь я вижу, что мужчина хочет действительно, если мужчина это или женщина, с вами встретиться. Хочет продолжения, но хочет какого-то другого уровня, что ли, отношений, да, когда уже, как бы все трудности позади. Когда есть и финансы, есть спокойные отношения к друг другу. Ну, что тройка говорит о том, что встреча, скорее всего, с ним будет. Будет происходить, как какая-то перемена в его самосознании. И встреча, скорее всего, с ним будет. Что еще скажет Таро? Восьмерка Меча. У некоторых проиграется тенденция человека все, я бы не сказала преувеличивать, потому что нам кажется, что другой человек в его мире, он все преувеличивает. Он вот что-то недооценивает или что-то переоценивает. Но по восьмерке Меча он действительно чувствует себя вот сейчас ограниченным. Или в движении со стороны в страну. Из одного места географически чисто в другое место. Или это ограничение. Или человек чувствует себя ограниченным в том, что у него ограниченные финансы. по семерке Пентакли торопит то, что еще не созрело. Чувствует у него ограниченные финансы. Или же чувствует какое-то, может, бытовое, семейное ограничение. У кого-то это может быть треугольник, если вы в треугольнике. Но человек, о котором вы сейчас думаете, он не в самое простое время живет. И его жизнь, она сейчас не очень-то устроенная. Девятка Пентакли говорит, это то, о чем он мечтает. Ирина, вот о таком семейном счастье. Девять это полный номер, когда дом полная чаша, когда там, что дети, внуки или какие-то дела вообще не обязательно дети, а общие дела какие-то решаемые, и все хорошо, и все идет по плану, и все уютно. Вообще мужчины ищут этого, хоть они не признаются, якобы им не пристало искать уюта. Но он ищет вот этого состояния, чтобы сказать себе, я молодец, я вот такой молодец, я все смог. Он хочет себе это сказать. Я молодец, я все смог. Но часто он сам себя ругает, и он знает, что до этой планки, которую, может, вы ему поставили, или он себе поставил, что он молодец, ему еще очень далеко до этой планки. Четверка жезлов говорит о том, что есть страсть, у многих проиграется, есть страсть, есть желание вас обнять, есть желание рассказать вам, но он не знает, поймете ли вы, потому что раньше, когда он рассказывал о чем-то, может быть, вы или посмеялись, или недооценили его волнение, его какие-то страхи. Вот этот человек, о котором вы думаете, он хотел бы поделиться самым сокровенным с вами, но он боится, что вы не поймете, что вы как бы скажете, не переживая, не волнуйся, это не страшно, это ничего. Вообще, это так, язык теперь очень меняется, это первое, что меняется, да, и это то, что мы все можем сделать. Язык должен быть, не обидеть другого. Например, у человека проблема, мы говорим, перестань, не волнуйся, но как мы недооцениваем его проблему, мы как бы, но этим, этим только можно разозлить. Или, например, у человека не получилось что-то купить, очень важно, например, дом, а вы говорите ему, да, не волнуйся, но он волнуется, он очень волнуется, потому что он упустил возможность купить там дом, квартиру, или что-то сделать важное для себя, для домашних, а вы ему говорите, да, не волнуйся, все, все на самом деле не так плохо, а ему кажется, что все плохо, очень плохо, поэтому выбираем слова, да, слова, теперь это, это, знаете, слова не могут выразить столько, сколько гамма-переживаний может выразить, это карта мага, здесь написано the witch, то есть маг, как колдунья, что ли, ну, в хорошем понимании слова, да, вы для него колдунья, вы для него, вот это колдовство, на самом деле, колдовство, это и есть отношение, любовь, ощущение себя, хорошее или плохое, это же все колдовство, да, и здесь он чувствует, как будто вы его заколдовали, потому что он все время о вас думает, такая карта очень хорошая, все время о вас думает, как будто вы его заколдовали в чем-то, но вообще карта маг, она хорошая для отношений, это карта, как бы, ну, того, что этот мужчина, или если это мужчина для вас, если вы на это смотрите, но он вас не просто зацепил, вы влюблены, поэтому думайте об этом, вполне возможно, что это, знаете, любовь и ненависть одновременно, это паж меча, и вместе с картой маг, это любовь и ненависть одновременно, у некоторых проиграется так, что вы человека любите и в то же время есть к нему какие-то претензии, есть обида, претензии, ну, в хорошем, не в плохом понимании слова, обоснованные претензии, это обида, да, у вас есть обида на этого человека, потому что он не сделал то, что обещал, например, да, и вы с ним потеряли время, может быть, даже годы, времени потеряли, ну, вот такие расклады можно смотреть часто, как относятся на момент просмотра, да, и здесь 12-я карта повешенный, на самом деле, это не карта, что он медлит, там еще что-то, нет, он решает вопросы, вопросы решаются на внутреннем, очень важном уровне, перед тем, как вопросы решатся на внешнем уровне, они должны решиться на внутреннем уровне, и карта повешенный, как раз об этом, да, о том, что именно сейчас мужчина хочет понять, что он делает в жизни, куда он идет, к чему, не только вас касательно, а вообще, он как бы взрослеет, становится более, его ум становится более взрослый, на карте повешенный, тот, кто висит вниз головой, это самая серьезная работа, потому что самая серьезная работа, та, которую не видно, да, это работа ума, и у Райдер Вейт там в уме, там в голове солнце, то есть осознание, к нему приходит осознание, иллюминация сознания, просветление в сознании, мужчина начинает понимать, кто ему друг, а кто и враг, вот этот дуб, на этой карте написано, the oak king, то есть это король дуба, да, король дуба, ну дуб, мужская энергия, энергия силы, энергия resistance, то есть такая энергия сопротивления, да, в дубе, он сейчас сопротивляется тому, что мешает вашим отношениям, что может быть мешает ему принять себя в этих отношениях, мужчины, как и женщины, они, мы люди все, да, часто сомневаются, сейчас они понимают, себя не могут осмыслить, и у них чаще есть проблемы, чем у женщин, конечно, в этом плане, потому что у них нет гибкости, у них только твердость, а гибкость, твердость без гибкости, она брутальная, то есть она может сломаться, поэтому мужчины часто, они стареют раньше, у них может быть хард-этап, то есть инфаркт, потому что они ломаются, да, но стареют раньше неестественно, иначе они в маразме своим не искали бы маленьких, маленьких, буквально молодых девиц, то есть это понятно. Есть небольшой вид, категория людей, которым действительно, как противоположные, ну вот для спальни, нравятся люди старше, в другом поколении, но это очень маленький процент, и он не зависит от материального положения, то, что очень состоятельные мужчины, ищут таких женщин, молодых, может быть охотником на то, чтобы свой достаток улучшить, это, конечно, их маразм, вот, потому что он не зависит от материального положения, да, или, например, женщина, как Пугачёва, например, да, нашла мальчика, то есть там может быть двойное, там может быть, что действительно ему нравятся женщины пожилые, но не факт, мы свечку не держали, но то, что она помогла ему состояться, это миллион процентов, да, вот такая вещь, так что состоятельная женщина ищет молодого, ну, у Пугачёва это редкий случай, редкий случай, когда человек, с которым она, он действительно порядочный по отношению к ней, не знаю, как порядочный он по отношению к другим вещам, его жизнь свечку не держала тоже, но по отношению к ней он порядочный, да, а ведь часто женщины в возрасте находят себе, молодого, ну, женщины состоятельные, а он непорядочный, или же мужчины состоятельные, ну, вообще просто, как бы для спальни, да, мужчины состоятельные в возрасте находят себе молоденьких, и практически всегда, кстати, в отношении мужчин, это всегда со знаком минус, да, и на самом деле ничего дурного в этом нет, он покупает ее любовь, она покупает вот это все, товарно-денежные, это все равно в Венере отношения, потому что любовь, это тоже даем, получаем, продаем или покупаем, что мы делаем, продаем или покупаем, вопрос в этом, и, допустим, Галкин тоже это купил, но он оказался порядочным покупателем, ну, а Пугачева порядочным продавцом, я привожу примеры, мои дорогие, потому что вышли такие карты, маг, это уже состоятельный мужчина в возрасте, и повешенный, то есть, иллюминация сознания, или наоборот, маразм, может быть, у некоторых, мужчин, вот, такая вещь, я привожу пример, сейчас вот Пугачева, Галкина, только для метафоры, чтобы было понятнее, и больше ни для чего, абсолютно, у вас может быть такая ситуация, что мужчина старше, и да, мужчинам где-то в 45 лет, как и женщина, самое красивое время, да, не то, что только мужчины красивые, лет 45-50, женщины тоже не самые красивые в это время, что они себя уже знают, и поэтому молодая девочка может влюбиться по-честному, ну, или по-честному захотеть помочь себе, это тоже по-честному, ну, я уже объяснила, да, может быть, не вынимайте мои слова, из контекста, я читаю то, что я вижу в картах, да, паш, меча, вот здесь может быть такая ситуация, когда один любит, другой принимает, когда нечестные игры, или может быть повешенный 12-й аркан, это вы, вы хотите все переосмыслить, переоценить, вы хотите понять, почему мужчина, почему мужчина, вас использовал, почему он к вам нехорошо относился, ведь пашу меча, это когда обижал, девочки, не даем себя обижать, не даем себя обижать, и это номер один, это супер важно, нужно быть свободным и независимым в сердце для себя, да, это сложно, не везде экономически, это возможно, я, у меня нет розовых очков, на счет этого, но у меня есть одно, что если мы смотрим в будущее, приблизительно, имея очки, как бы с оптимизмом, мы этот оптимизм находим, но если мы смотрим в будущее, с отрицанием, мы находим то, чего нам не нужно искать, да, так что вот здесь, здесь я права в этом отношении, да, думая сейчас, давайте я подытожу, перейду на другие карты, думая о вас здесь, у некоторых это папик, да, вот, например, вы встретились, когда ему было 45, теперь ему уже 60, и он уже вам невкусный, неинтересный, думает о вас, и может обижается на вас, если вы моложе намного, или же, ну, у женщин это реже ситуация, когда состоятельная женщина с мужчиной, вообще, женщинам жить намного тяжелее, даже посмотрите, в Амстердаме, вот эта улица красных фонарей, да, женщины, женщины только, почему нет мужчин в этих окнах, спросите, почему нет, почему мужчины покупают себе вот это все, почему, вот по одной простой причине, что идет принижение женского достоинства, и идет использование женщин, да, ведь это все, это просто использование, поэтому во многих странах, практически везде в мире, женщин еще до сих пор используют мужчины, и даже самые лучшие, вот у меня Николай просто святой, святой Николай, это точно, ой, добрейший души человек, но иногда эгоизм, в нем тоже зашкаливает, так что здесь вот так, думает вот, или папик такой, о ком-то, кто я, я сказала, или думает бывший, я уже говорила, это бывший, который может с другой же женщиной, но все равно о вас помнит, все равно думает о вас, думает о вас, если вы замужем и поссорились, да, или же живете, ну партнеры, почему отношения не узаконены, если вы хотите их узаконить, спросите у него спокойно, без претензий, всегда аккуратно с каждым словом сказать, что я хочу узаконенные отношения, почему, потому что я committed, ну это по-английски, потому что я вкладываюсь в эти отношения, это просто как бы штамп того, что вы вкладываетесь, спросите, почему ты не хочешь этого штампа, и не бойтесь этот вопрос задать, потому что по карте повешенной, он будет готов ответить вам, он будет готов на эту тему поговорить, ну а если вы живете вместе, или женаты, или нет, но сильно поссорились, это того, что он вас обидел, не понял, унизил, или же он вас раздражает, я здесь вижу, что он не хотел обидеть, какой-то архетип в нем взыграл, по карте повешенной, он уже жалеет о том, что сказал или сделал, но вот это так видно, такой расклад, мои дорогие, а каждый человек, кто меня слышит, конечно поймет по-своему все, да, давайте еще посмотрим на игральных картах, здесь тоже есть Таро, эти карты вообще потрясающие, потрясающие, ну вот с ним будет, с ним будет разговор, с ним, с ним будет связь, с ним будет, это карта сила, кстати, карта сила и туз, трефовый, туз трефовый, это в казенном доме, это встреча в ресторане, в кафе, в клубе, или вообще в торговом центре, в парке, но с ним будет встреча, стрэнкс, это сила, то есть сильное время, которое вас приведет друг к другу, даже, кстати, эта карта хороша для вас, если у вас отношений пока нет, тройка бубновая, бубновая масть, это связано с деньгами, с пентаклями, тройка, это, конечно, уже у нас был здесь, была тройка, тройка пентаклей, такая же точно карта, она говорит о том, что ему как-то немножко неудобно, вот здесь стулья, смотрите, видите, стулья разные, ему как-то неудобно перед вами, или перед родственниками, перед соседями, перед сослуживцами, вот видите, мужчина в каком-то не совсем удобном для себя положении, карта мир, еще один старшаркан, карта мир, вы для него целый мир, можно сказать, да, хороший, хороший знак, карта мира тоже, тоже заканчивается какой-то цикл в ваших отношениях, и какой-то новый будет начинаться скоро, это хороший знак, мужчина хочет начинать с вами какой-то новый цикл отношений, может он готовит вам предложение руки и сердца, или же другое какое-то предложение, но что-то готовит, действительно готовит, вот это его портрет, портрет собственной персоной, он действительно готовит что-то, и он выстрадал это что-то, это туз пик, то есть он выстрадал, туз пик иногда это человек, который многое пережил, может он пережил тяжелый развод, или пережил влияние матери, или пережил какие-то проблемы финансовые, бытовые, но что-то он пережил, и он сказал вот себе, когда я закончу вот эти проблемы, я уже буду серьезно относиться к этим отношениям, бывают мужчины все-таки глупости, говорят, да, девятка пик, это правда, то, что я только что сказала, девятка пик, это подтверждает просто, да, мужчина сейчас хочет вам сказать, что он готовит какой-то букет, какой-то подарок вам, какой-то сюрприз, у некоторых так проиграется, что он теперь стоит перед моментом своей жизни, когда он может даже подарить вам свое сердце, а король пик, король пик это новый знакомый, и у некоторых просто кто-то за вами наблюдает, все в сетях, или где-то по месту жительства следит за вами, хочет с вами познакомиться, вам нужно искать тоже, но уже не то время, когда мы у окошка ждем, в ожидании очень плохая энергия, вам нужно цель бить, вам нужно нацелиться на него, вам нужно найти мужчину, который будет с вами совпадать, как можно больше совпадений, так это лучше для отношений, который будет с вами на одной волне, вам нужно бить прямо в цель, цель его сердца, кстати, вы может уже и попали в его сердце, может быть, он уже вас любит, и вы попали в его сердце, стрела любви, стрела амура уже попала в его сердце, а четверка пик, и здесь у некоторых проиграется, что он мужчина или болеет, видите, или же он у постели родственника, который болеет, это карта смерть, карта старшего аркана смерть, вместе с четверкой пик, или же, знаете, смерть часто означает, что мужчина сейчас находится в каком-то этапе своей жизни, где он действительно проходит какие-то большие трудности, семерка червовая, это встреча, это свидание, будет любовь, будет свидание, будет любовное свидание с ним, с ним будет встреча, восьмерка трефовая, и при каких-то, знаете, деловых обстоятельствах, может быть, вам понадобится помощь, вы его попросите о чем-то, или ему, но это, знаете, взаимная выгода, потому что восьмерка трефовая, это взаимная выгода, будет встреча, которая будет и ему, и вам выгодна, это очень хорошая будет встреча, взаимоприятная, десятка бубновая, это очень хорошая карта, здесь была девятка бубновая, девятка пентаклей, а здесь десятка бубновая, это очень хорошая карта, это карта, Достатка. У этого человека может быть много денег в будущем, то есть он может стать обеспеченным, самодостаточным. Или это о вас? Речь может идти о вас. Это вы обеспеченные, самодостаточные. Это, знаете, когда есть общий дом, когда всё на своих местах, когда есть взаимопонимание, когда есть взаимные чувства, а также есть многое, что вас соединяет. То есть и бытовые какие-то вещи, и, может быть, мнение по тому или другому вопросу, и вкус к тому или к другому. Многое вас очень соединяет. Вот здесь мужчина, ну или просто человек, который сейчас о вас думает, потому что он говорит сам себе, у нас столько общего. Вот десятка бубен — это как раз об этом. У нас столько общего. Нам нужно быть вместе, потому что у нас столько общего, столько всего, что где мы соприкасаемся душами. Такой друг души, я бы сказала, да? Десятка бубен — это когда радости вы приносите. Ведь бубен — это иногда радости означает. Когда вы друг другу приносите радость, это приятно и ему, и вам. Вот общение с друг другом — это приятно и ему, и вам. Дорогие мои, вот такой расклад. Опять же говорю, что такие расклады можно смотреть столько, сколько пожелаете, потому что здесь... Но я держу это пространство открыто для вас, чтобы вы выговорились, посмотрели своё будущее, с пользой провели для себя время, а также чтобы вы провели уютное время. Это очень важно. Потому что когда уму нашему уютно, ноги и руки знают, что делать. Это закон пентаграммы. Часто бывает, что когда ум, он в отчаянии, мы не знаем, что делать. Но когда ум спокоен, тогда мы легче принимаем решения. По этой причине мои видео, они очень важны для вас, когда вы можете действительно поразмышлять о своей личной жизни или других сферах и принять правильные решения. Конечно, в процессе таких раскладов вы принимаете решения с помощью ангелов, ангелов-хранителей, хранителей вашего рода по женской и мужской линии, с помощью высших сил самого Творца, потому что Творец, конечно, живёт в вас и хочет вам добра. Вот об этом такой простой алгоритм моих раскладов. А я вас люблю и обожаю. Медвежьи обнимашки вам из медвежьей страны. И будем видеться, когда вам захочется побеседовать с собой через карты, когда захочется посмотреть будущее. А ещё очень важно быть в компании друга, преданного вам человека в моём скромном лице. Так что до новых встреч, мои дорогие! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!